И сейчас надеемся, что дропов будет поменьше. Поменяли сервер, сразу же поменяли Германию и перешли на амстердамский сервер. Это уже, кстати, начинается наив, обрати внимание, и, по-моему, кто-то убегает. Ну, давай уберем тег. Один дроп прошел, четыре. Ну, ладно. Будем надеяться, что все будет хорошо, вроде, на этом сервере все намного лучше, чем на предыдущем. Эх, ну и тут вот уже... Ну, не так много. Множики. Не так много дропов. Все, давайте соберем, сейчас уберем тег сборной Норвегии. Как-нибудь попытаемся избавиться от Аликса, который... Ты вообще втыкаешь, что-нибудь делают? Они просто сейчас по кругу бегали, два круга такие намотали. И, да, конечно. И мы снова с вами. Так. Ну, наконец-то, наконец-то это свершилось. Ты заметил, мы оценили все ник, конечно, Муха. Просто красавчик. Друзья, итак, ЛТВ, ЭДДТ. Вы не обращайте внимания, на самом деле у нас выдался у каждого, наверное, веселенький день. Слэм с 7 утра на ногах, с поезда. Была отличная у него поездочка. Просто мега невероятная. Да, мега невероятная. И полна была приключений. Только я спал и пропустил все приключения. Ну, а Тафу с утра просто попал в стоматологию и уже полдня... Под наркозом. Под наркозом, да. Ну, надеюсь, язык мой снова будет шевелиться. Все отлично, настроение хорошее. Так, у кого-то картинка есть, звука нет. Так, прибавьте громкость. Да, пожалуйста, навалим мы громкость. И сейчас все, думаю, будет вообще просто шикарно. И вы будете нас прекрасно слышать. Итак, друзья, все, начинается матч. Давайте смотреть внимательно за тем, как будет идти эта игра. Чуть позже скажем вам, что происходит в группах. У нас уже товарищ Дуки принимает девятку и получает... Ой-ой-ой, ФРБ хорошо открывает сейчас. Муха, минус 2. Ну, смотри, там двое игроков на Б. Опасная ситуация. Они в 3 в длину просто открываются. Муха еще минус. Это в итоге его третий фраг. Смотри, что творит Муха. Пытается выбить. Ой-ой-ой. Муха покер сделал. О, и оставляет тиммейт 1 на 1. Вот это печальная ситуация, на самом деле, для Вальтера. Если его неправильно прочитал. Вот, ну, мы сейчас узнаем. Очень опасная дуэлька. Смотри, ну, чекает вверх. Меняет позицию. Нет, он меняет план. Таки разводит. Таки план. Таки сейчас будет хорошая позиция. Он зайдет в респаунд. Что происходит? Воу, какое интересное все-таки начало в этом матче. Вроде бы как разбирались. Ну, тут еще 40 секунд. И сейчас потянут. Но вообще, развернулось все, конечно, не так хорошо для защиты. Хорошая игра от Мухи, но полез. Полез. Его разменяли в нужный момент. И уже ситуация 1 на 1. Посмотри, они, по-моему, идут друг к другу в спину. Нет, а ходят. Ну, 20 секунд. Таки сейчас будет ставить плент. И, в принципе, сейчас уже у игрока сборной Литвы есть хороший шанс. И хороший тайминг. Ловит хэдшот минус. Как обошел, как обошел. Ну что ж, 1-0. Дефенс высоял первый пистолетный раунд за ними. Но была поставлена бомба и было сделано 4 минуса. Ребят, немножко о составах. Тут есть и старички, и молодежь у норвежцев. Это Таки, Прб, Калли, Миккис. Ну и, конечно, Фен. Файнен. Ну, я его Файнен. Файнен. Ну, неважно. Но мы его видим. Но он, в принципе, выступал за норвежскую команду. Да, неплохой состав у них вообще. Неплохой состав. Ну что, норвежцы нам откровенно показывают, что будут девайсы в третьем раунде. А Литва, можно сказать, на изжоге закупается полностью. 4 фамаса и 1 кольт в следующем раунде им будет гораздо тяжелее. Главное, без потерь держаться. Ну, финн остался. Смотрим. Дигл и... Ну, без потерь. Да. Команда сборной Литвы Виккер, Виккер, ну, много раз я разным называл этот ник. Виккер, Дуки, Дарки, Мьюз и, как вот Слэм говорил, Вальтер. У нас играет за сборную Литвы. Ну, что ж, удачи. Удачи. Ну, да, ВЛТР. В принципе, так ник и читается. Так написано в лейнапе. Ну, по крайней мере, если верить, я шелтью органу. Ну, что, смотрим, будет по-любому бай. Мы видим калаши, один галил. Файненом. Ну, смотри, 1-3-1. И 3 мидл. Ну, смотри, соточка сейчас выскочит. Попытка шестого вагона, шестой вагон раскидать. Ну, и организовывают атаку. Есть дым под шестой линией, под крышей минус, Клистар. Ой, Муха полез. Муха убедил. Улетти, прибили Мухобойкой. Ну, я думаю, что... Келли в режиме Мухобойки, норвежская Мухобойка. Да, но Муха еще покусает. Мы видели, что он сдает. Пробо минус, 3 в 3. Ой-ой-ой, смотри, что у нас происходит. Заняли 10, прочекали 10, ушел. Здесь дым. Здесь Муха. И опять себе проблему от вас создает. Ну, вот сейчас вроде бы все, выехали и 3 в 1. Хотя ПРБ сейчас может внимательно сыграть. Опыта у этого игрока много. И первый минус у него есть. Ловит в линке дуки. Ой, плохая флешка. Просто она все портит ПРБ. Но, в принципе, она сейчас сойдет. Пока игроки защиты, скорее всего, ожидают его на зелени увидеть. Не ожидают от него ухода в свой центр. ПРБ может закрутить, кстати, парней. Вот сейчас, если даст минус на пятом, то можно и потом флэнту дать по голове. Есть. Вот вышел и ПРБ сразу. Прочекал ПРБ. Остается, в принципе, в минусе в этой ситуации. Но ставит хэдшот Дарки, 22 секунды, ситуация меняется. Это уже 1-1, 3 хп у Вальтера и 13 у ПРБ. Ну, вот сейчас 2 красных игрока. Посмотрим за старичком. Есть ли сила Плэнт. Инфа, и в итоге Вальтер уже все, в принципе, знает. Его задача попытаться застать врасплох оппонента. Но он отыграет ПРБ внимательно. Начинает ставить бомбу. Успеет? Да, 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 он успевает. Успел. 35 секунд дополнительное. И не вышел, посмотри. Но тут чек тоже есть, инфа. Ой, какой будет тайминг сейчас. Буду клацать, буду клацать. Будем следить за первым движением. Ну, смотри. Тут, конечно, все будет. По первому нажатию кнопки 3 и 13 хп. Ну, или кто-нибудь подскользнется. Например, вот Вальтер идет к успеху. И этот успех... Нет, не нашел его. ПРБ один в три берет раунд. Бонус был вообще просто офигенный. То, что Дефьюз остался у игрока защиты. Если бы они сейчас выбили, то это было бы здорово. Ну что ж, друзья. На самом-то деле у нас переломный раунд от сборной Норвегии. И они не зря закупаются девайсами. Не зря слили один раунд фул с глоками. Там было всего лишь один диггл. И вот, пожалуйста, теперь уже выход мидл. Есть все-таки волевая закупка у защиты. Ух ты. Фамос. Но это уже опасный момент. Если они сейчас проигрывают, им будет очень-очень тяжело. Тут уже есть игроки. Смотрите, двое. Вот хорошо. Зайнул позицию. Минус. Файл. Ну и сотки вроде бы как перекрыл. Сейчас там Кэлли. Прострел. Прострел, да. Прострел. Вот мы видим, где Клистар. Выход. Б-план. Здесь Дуки под плентом. Минус. Ну опасная позиция была у Дуки. Ну и в принципе Кэлли сразу же здесь разменял. Выкинул калаш перепугу. Решил сменить. Возможно, пули закончились. Привил внимательно. Есть по РБ, тут ну все. Два хатшот отстали. Паричок в бою просто. Это норвежский ковбой. Контр-страйка. Выдает. Фантастические вещи. Ну я смотрю, дропы вроде прекратились. Поэтому должен был стабилизироваться стрим. Нашли. Нашли игрока Литвы. 2-2. Норвегия. Норвегия сравнивает счет. Да, друзья. По расписанию после этой игры у нас будет час перерыв. 23 по Киеву в час ночи по России. В этот перерыв мы обязательно пойдем и зарядимся кофе. Да. Чтобы прокомментировать две последние годы сегодняшнего дня просто. После этого пойдет, вот как я и сказал, игра в час. Промашь сборной России будем ждать. Будем ждать. Вася, ты мне пять раз перебежишь. Я понимаю. Ты такой вообще просто не забрали. Промашь сборной России. Да я в втором матче уже пять раз пытаюсь срочить. В общем, посмотрите на холтовый орк. Слэм сегодня немного не в адеквате, но мы поймем, что он с поезда. С поезда. С поезда. И в Киеве очень холодно. Ну, это 3-2 за Норвегии. И все-таки скажу вам, что будет в один из паки у час ночи по России, по Москве. Матч довольно интересный. Франция и Нидерланды. И после этого сразу же переключаемся на матч России против Великобритании. Великобритания в хорошей форме. Боролась со шведами. У России, я бы сказал, довольно интересный экспериментальный состав. А здесь тем временем 3-2. Да. Закончился. Литвы, и сейчас начнется самое интересное. Я думаю... В общем, шестого раунда. Что-то будет. Где ВПУ защита? Вот их настолько экономически жестко прессует все это время, что они не могут собраться. Они на изжоге в втором раунде закупились фамосами. Вот он, муха. Он не просто муха, он... Ну, он сейчас будет просто мухобоить. Итак. Человека боить. Ну, раз он муха. Наверное, так будет звучать правильнее. Смотри, как играют Дуки. Там, по-моему, сейчас там поджим, походу, готовятся. Да, вот от Дуки. Очень агрессивная позиция. Ну, он здесь сразу закрывает игрока, в принципе, если там не будет сверхвнимательности. Смотри, тут Дуки и Таки, два веселых друга. Пррбшка. Пррбшка еще там. Да, 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 да. Вдвоем идут, смотри. Смотри, сейчас там еще Деки или... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дарки, дарки у него нет. Ты видел, как эти банки прилетели? Хорошо, хорошо просто закрыли в упоре. Ну, и Дуки, конечно, сразу оттянулся. Ну, его, естественно, я думаю, слушал Теки, который там стоял рядом. Ну, посмотри, тут тоже агрессивно в центре занимают. Ох, даун, дарки, не открыл. Пррбшка просто улетает. Ой, слышит сотку. Доставил чуть-чуть Келлер. Ну, там просто, вот, Вальтер давал инфу, и у Вальтера, смотри, сколько. Три хп остается, и он еще пытается перестреливаться с мидлом. Такой довольно рискованный ход. Мух смещается с ВП сверху. Да, здесь готовится сплит на А, и, наверное... Ну, если сейчас убивают пятую линию, то это, конечно, трагедия будет. Убивают. Защита ее убивают. Ну, это 4 в 4. Викерс... Ну, сейчас по нему фокус просто пойдет в плент. Ой, как его нашили, нашили сейчас его... Файнен, зелень, минус 2, и все. Ну, есть муха. Вау. Неплохо. Там уже стяжка на закрытый, должно было. Это фастик такой. Классно сыграл муха. Ой, он в троих за Аркадьев пацанов, просто АВП. Минус от Даки. Ой-ой-ой, вот чуть-чуть. Сейчас бы минус Мекки, сыпь, все. Ну, минус был. Так, Даки, и звук игры куда-то исчез. Ну, это на секунду я проверил все-таки стримчик. Народ собирается, я думаю, на матч сборной России соберется очень много людей. Да, позднее время, но что поделать? Нужно болеть за свою национальную сборную, друзья. Это, конечно, миксы. Супер КСа наблюдать мы не будем, но в футболе тоже, и на чемпионате Европы миксы. Миксы? Миксы. Миксы, хорошо. Да, и все-таки лучшие игроки из своих стран. Мы увидим КС со всей Европы, где как играют. Здесь Эко, здесь, тут, в принципе, нечего говорить. Сейчас всех поубывают просто. Литовцы, к сожалению. Вот, анти-Литва. Конечно, викинги пока очень мощно играют. И здесь просто нет шансов пока что собраться в сборной Литве. Ну, надеемся, что они еще проснутся и дадут отпор этим суровым, я бы сказал бы, холодным парням. Северянам. Они не такие уж холодные, но бородатые стопудов. Бородатые стопудов. Голова сейчас будет... Нет, головы нет, он даже не попадает. Дуки, конечно, обидно, то, что так на верхнем корабле сложилось. Но если бы убил, был бы бонус сразу, преимущество численное. Я думаю, и бы там накрутили. Ну, опасно, опасно. Смотри, что защита пытается предпринять. Викир занимает позицию наверх-вниз. Но потом как-то. Включил ухо, включил ухо. Нет, он на ухе. Ну, там трое уже под бейб. Там, кстати, неплохо стоят парни в защите. Муха, она остается. А вот Дарки занял верх. Вот они тут в линию вместе с Дуки принимают дым сверху. Викир минус в это время наверх-вниз. Дает его, снимается ВП Миккис. Это все в туннелях было. А Калистар пытается выйти вниз. Но это фейк. Выходит Аплент. Здесь Муха. Муха должен тут закрывать. Как-никак должен. Просто падает. Вот это чек просто. Ну, ура. Забрали там все-таки тиммейта Мухи. Запустил шестой вагон. Теряется Муха от позиции оппонента. Смотри, три красных. Но Плент в принципе держит. Вот это вот тебе на... Ну что, Дарки будет выигрывать клатч-раунд или нет? Либо он будет сейвить девайс, где бомба. Давайте глянем на Б. Он все правильно сейчас выходит. 2 плюс 2 играет норвежцы. Минус один. Смотри, он тут не так прост. Смотри, у Зиги обходит все. Тут начинается круговорот просто. Кольта. Поставили бомбу. Вот хорошо заходит. Минус таки еще один игрок с ВП Миккес. Ну и тот уже поджидал его в принципе. 6-2. Ну что, сборная Норвегии пока лидирует в атаке. И доминирует вообще в этом матче. Итак, это группа. Здесь играют сборные Болгарии, которые выигрались по своему первому матче. Также румыны были сильнее. Дания обыграла Норвегию 16-14. Именно в матче против Норвегии появился мувик проколанным. Сегодня мы, возможно, вам покажем антимувик. Вот нам сделали парню. Вчера обещали. Забыл имя. Человеком. Но тоже потом покажем. Ну это был брат Колона просто, чтобы доказать, что это хитер. Храной брат Колона, да. Аркада Бес. Сэка не угадала. Сейчас команда Литвы. Ну и уже ставится бомба на Б-Пленте. Это уже 7-2 для Норвегии в атаке на трене. Это, конечно, эпично. Ну потом еще один раунд, и восьмерочка будет. Ну, я думаю, здесь еще будут всякие интересные результаты. Конечно, Норвегия и Дания это фавориты этой группы. Но Литва, может быть, нас и удивит. Но им нужно камбетчить. Но они пока не могут просто собраться. Убивают уже всех игроков с юспами. Ударки оказался АКМ. Давайте за ним посмотрим. Ну, отсейвит. Пёхкость. Тиммейти пойдут и дадутся. Тоже попытаются бонусы рубить. Не ушел. Ну вот хороший выход. Файнен, Викер, лол. Ай, в самый последний момент Фербу убивает Викера. Так бы смог бы Девайс успеть еще забрать. Тище-чуть бомбу взорвали. Еще и к деньгам плюс. Ну, все. Да, друзья, после этого мы переключимся на группу С. Там сыграют, сыграют, кстати, неудачники первого тура. И Франция, и Голландия проиграли в первом туре. Как, почему и как это было, я расскажу вам уже непосредственно перед следующей игрой. Ну, а пока смотрим, что будет. Фаст на выход. Вот, понятно, что будет. Смотрим за АВП. Попытка открыться. Ну, там Дуки закрыл. Опять играет агрессивно. Пытался закрывать обдаун в начале раунда. Ушли. Ушли в туннеле. Разворот. Так, ну, вот уже здесь интерес начинается. Тебе он, Сенечка, пишет, есть деловое предложение. Интересно. Заинтригован? Вообще просто. Невероятно. Ну, посмотри, тут не очень удачно выходит. Сейчас 35, давай, разруливайте просто, болеешь за норвежцев, чтобы выиграли. Потом за Нидерланды придется, ладно. Ну, третий очко для защиты что тут. Десять раундов отыграли, Норвегия впереди, одну очко от победы. Да, 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 да. Ну, как бы посмотрим, и все-таки, если Литва соберется и даст сейчас подряд нам комбу из пяти раундов, выиграет первую половину 8-7, то, может быть, может быть, и пистолетку возьмут в следующую, и что-то будет хорошее. Камбэк, скажем, легкий в атаке. Ну, ведь миксы играют, нельзя предсказать, будет здесь защита доминирователя, атака. Три мидл готовится сейчас сборная Норвегии. Вот сейчас вот этот товарищ это почувствует на себе, либо норвежцы, посмотрим. Нет смещения ли? Смотри, какой просто шьет хорошо. Ну, это открылся просто, ну, ура. Ну, 18 хелс выходит, флэш. Он минус дал и сменил позицию, Муха там, кстати, уже занял, и прикрупирает, обдал, он минус дает. Ну, там вот дал разменять игроку атаки, теперь есть на нем инфа, пытается открыться, спрей. Вау, вау, вау. Это ВХ, все можно делать мувик. Это просто брат Колон, двоюродный. Ну, там все по звукам, там все четко, нормально, ребят. Ну, покажем антимувик про Колона, потому что есть, ну, неплохо показано то, что он не читил, но там все-таки с эпизодом на пожарке, ну, никак я не могу согласиться, вот, ну, там слишком все жестко было, хотя, может быть, может быть, там все прикольно сделано. Ну, может, просто волновался, обжал в стену, так совершенно случайно задел. Может быть. А потом прется, прется все-таки за свою сторону. На самом деле, кроме Колона, правда, никто до конца и не узнает, наверное. Ну, да. Если Колон не приедет в Киев, или в Москву, или вообще куда-нибудь, в Россию, Украину... Если он приедет в Киев, это будет очень интересно, обязательно посмотрим. Школота забьет портфелями. Да, да, да. При входе в арену просто в лужах крови, Колон, геймер. Что ты делаешь? Не пожарь датский КС. Смотри, что творят норвежцы. Ну, это викинги, что поделать. После такого, я просто люблю Counter-Strike. Бонады отрастили, каски одели, два кваса, вот тебе и 8-3. Они просто идут в атаку. Вот что можно сказать про норвежцев. Разыграют любую ситуацию. Все-таки в Норвегии школа Counter-Strike все-таки очень хорошая. Несмотря что как-то вот... Ну, у них был в один момент просто упадок на сцене, когда топ, это были миксы. Да, скажем, упадок был. Из игроков. Ну, и упадок, в принципе, и час, я считаю. Смотри, выход на А, быстрый, дуки в десятке, муха под крышей. Каллистар тут уже вырубил одного игрока. Чек! Ой-ой-ой. Ну, нет, все. Не дал мухе заблудиться, в принципе. Ну, и все, остался Dark Last. Давай на него посмотрим. Сейчас 100% он здесь делает минус или минус 2. Может, это будет что-то красивое. И все просят видос про Колона. Да, да, да. Он есть у меня на стенке ВКонтакте. Вк.ком.tafu.ua. Там где-то, где-то выложили его. Вам можно посмотреть, наверное, если вы в подписчиках или в друзьях, но... Так, ты посмотри, как Dark уверенно просто обрабатывает этот вагон с разных сторон. Вымыл лестницу просто, все. Ну, он долго, видимо. Он хотел такой ниндзя-сейф аля Маркелов сделать. Ну, смотри, Колон, Колон, конечно, Колоном, но Литва не может собраться никак в этом матче. Их просто вырубают. Все-таки, к сожалению, я так почему-то переживал за Литву. Думал, что ребята смогут побороться с этими норвежцами. Но никак, просто никак не получается. Еще Норвегия в атаке, денег нет. Это 10-й раунд для норвежцев. Ну, скорее всего. Если сейчас совершенно случайно сборная Литвы не соберется, не возьмет пистолеты, Муха, в принципе, старается, старается. Ну, вот тут не попрешь против Лома. Миккес не прощает просто. СВП, посмотри, он крученые какие-то патроны пускает. Минус от БРБ, 10-3. Такой полупрыжок и все. Пожалуйста, да. А-ля Голливуд. Ну, самое главное событие этой вечерней ночной трансляции, конечно же, матчей сборной России и Великобритании. Болеем за Митю Хуча, его подопечных. Ну, если он сегодня будет в лейнапе, потому что, возможно, матчи перенесут. Такое бывает. В сборной России такое бывает? Нет, ну, я думаю, что... Ну, да. Ну, все, все, затроллил просто. Нет, ну, почему я... Это факты. Я очень хочу, чтобы просто был матч и все. Мне, кстати, интересно, почему все-таки время такое было выбрано. В сборной России именно. Вот это здесь что-то зашелся. Давай по Кейли стрелять. Испугался ящика. Ну, это один из раунд, как бы, если сейчас Викер не начнет вытаскивать. Ну, и, слушай, ПРБ просто лес. Все-таки защита на трене, это на самом-то деле очень такой важный элемент в тимплее. И когда играет сборная, хотя эти парни играли очень часто вместе, но все-таки... Но у норвежцев крайне миксы. Нужен тимплей, очень много отработанных тактик в защите на трене. Сейчас, к сожалению, защититься очень сложно. Норвежцы играют, в принципе, не очень сложно, да и так, как нужно. Против Литвы и все, опять же, у них получается. И они просто разрывают. Да, ждал большего, конечно, и от первой игры, но... Я надеюсь, у нас повторится такая игра, как вчера. Украина-Испания. Кто не видел, на Киберарене ТВ есть повтор. Шикарнейший матч. 8-0 ввела Украина. Но потом испанцы умудрились сравнять счетом ближе к концу игры. И, конечно, переломили ход событий. Это было нечто незабываемое. Ну все, баллон газа Украине. А тут продолжается... Сплит-байм. Был рискованный такой... На вазе, конечно, это вообще сурово. 12-3. Это провал. Как Маркелов раньше писал. Провал. Жесткая половина. Жесткая. Жесткая половина. Для Литвы уж точно это, наверное, просто тяжкое потрясение. Потому что, начиная в защите, выиграв ножи, так отжечь. Ну, глянем на фраги. Глянем на статистику фрагов. Прыбе 20 на 5 пробощает 30% фрага с хедшота. 4 раза дал минус 2. 2 раза дал минус 3. 1 раз дал минус 4. И выиграл раунд 1 в 2. 1 в 3, точнее. Он выиграл даже раунд. Ну, в таблице 1-2. Это все, что больше даже 1-2. По пингу, в принципе, все нормально, все среднее. Только у Миккиса 60-й. Он, тем не менее, умудряется раздавать СВП. У нас начинается пистолетный раунд. И Литва пытается выйти на Апленд. Но принимают и норвегцы. Вообще жесткий прием просто от Норвегии. Файнл. Хороший перекрестный огонь по зелени. Включение внимания налево. Ну и остался один муха, за который... О, на нож сажать. Чашлык. Нет, застрелили все-таки. Застрелили. Смерть солдата, что поделать. И на нож. И то хорошо. Да, я все говорю, что почему не сделать в Кайси Патч, что все-таки нож можно метнуть. Потом у тебя в руке появляется кулак и нога. Такая нога. Слушай, у тебя богатая опасная фантазия. Представляешь, такой... На в челюсть, на пинок с ноги, упал. Ну, это неинтересно. Критик Алхит, посмотри. И тут Слэм должен музыку какую-то выдать. Да, это... Это, конечно, супер жирный троллинг в исполнении сборной Норвегии. Это просто жесть, друзья. Они говорят, что, ребята, самое главное, Клистару нужно было в этот момент включить читы. Да, 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 ты берешь... Или это просто он случайно нажал на кнопку и загрузился конфиг. И это сидит Кола, награет вместо Клистара. И Соскал, посмотри, не снова Соскал. Да, наверно сказали, что все, читерил против нас, теперь играешь за сборную Норвегии. И все, ты в рабстве, в норвежцах. Датчанин, поди пред нами. Ой, видишь... Тейк там пошел, с Фомасом пошел зажигать, ну все. Видишь, не только мы превратили этот матч в балаган, но и, конечно, сборная Норвегии тоже понимает, что... Ну, чувак, чувством юмора просто, вот, да. В чате написали, ничего не скажешь, друзья. Короче, берешь Скаут, пишешь Ник Колон, и... Все, раунд твой, просто все на дуге лягут в биатлонке. Прострелами, тремя сразу. Пыщ, пыщ, и все. Так, ну что, 14-3. Ну, Дарки как-то боится идти на точку, Колон должен вот так вот видеть все. Да, вот, вот это вообще прямо самый хороший вариант. Колон мод. Е. И... Ну что? Я не вижу, давай лучше посмотрим, где эти два литовца потерялись. Да вот они прочекали вверх и еще... Итак, ну что, литовцы, в поиске пересечь границу в Россию. И, как видим... Удачно. Удачно, в принципе. Пограничники... Минус пограниц, минус два пограниц, и один на один опасно. Нет, два в два. Пробой один хпл. О-о-о-о-о, давай вперед, Норвегия, жги. Настолько спешили ставить бомбу, что разбился парень сборной Литвы. Ну и Дарки будет тащить раунд один-два. Этот парень, кстати, очень плохо играет, лагает ЛТВ. Ну, в Кубке нации такое почему-то случается. Бывает, что на 30-20 секунд вперед нас посылают. Просто... Да, это, конечно, печально. Хелф-лайф телевизион, но... 15-3. Норвегия громит Литву, и тут не собраться. Колон появился на сервере. Хватит приезжать Колона, Тафа как расист. Ну, после... У чувака, видимо, просто вместо Колона... Он просто на нашем турнире читерил, и я его за это не люблю. Не знаю последнее. А ты доказал, что он читерил? Конечно. Как ты доказал? Скриншоты. Молодец. А что там в скриншотах? Ну, да. Лучики, что ли? Ну, да. Все говорили, что там это уколы на проблемы с видеокартой были. Ну, какие проблемы с видеокартой у чувака, который играет дома? У него там 5 лежит. У него там сверхкомпьютер специально построили для Counter-Strike. Эх, Муха, ну все, пошел. Неплохо вышли, смотри. Там поджим, пуш в спину у двоих игроков. Самое-то, кстати, приятное. Ой-ой-ой, вот если сейчас поспешат, могут что-то вразмен сыграть неплохо. Не, поспешили, Микеса забирают на зелени. И сейчас 2 в 3 норвежцы остаются. Бомбу стоит, хороший шанс отыграть первый матч-поинт. Эх. На самом-то деле, Тафа басист. Тафа и есть колон, да. Я есть колон, вот смотрите, что-то. Тафа подрубает просто. Подрубает. Я вам правда скажу, Тафа подрубает. Это мой второй псевдоним просто. Выкер минус ПрБМ. Вот, посмотри, что будет сейчас делать теки. Не убивает. Опс. Ой-ой-ой, звонки из двух столбах, ребята. Но он думал, он такой, ха-ха-ха, я обманул вас, да. Я коварный, плохой. Я обманул. Разворачивается гиги в чёрном. Не так говорить, кавайный. Кавайный? Кавайный. Кавайный, хорошо. Такой, и ещё мизинец прикладывать, как доктор Зло, кавайный. Так, ну что, говорят, появились лаги. Да, я смотрю, появились дропы. Ну, друзья, мы, конечно, мы не виноваты. Мы здесь ни при чём. Видимо, что-то случилось с интернетом. Принимают мидл, посмотри, как разошлись. Просто... А там торрент не включает? Это эко, дружище, нет. Нет. Я сейчас пройду по всему офису, повыключаю всем, что можно. Минус Адарки. Посмотри, как хорошо поймали мидли сейчас, норвежцы. И они на эко могут выиграть раунд. И есть уже КМ. Опасно. Это, посмотри, здесь сверху уже есть. Врыв. Ну, вот... Эх, чуть-чуть. Неплохо, неплохо. Ну, в принципе, реализация девайса здесь, я думаю, всё будет хорошо, норвежцы, если они не будут стесняться. Ну, посмотри, ну, не пойдут они, наверное, вверх-вниз. Ну, в принципе, как вариант им выйти есть. Так, Микки Сотку за Аркадил, как видим. Ну, неприятный момент, вверх-вниз, файл. Наклацал, да? Да, наклацал. Я же смотрел за ним 30 секунд. Я пытался по кругу просто переключиться, посмотреть, где игрок из защиты в сага. Они идут сюда, они идут сюда. Ну, что, мухава ПМ, вот сейчас. Ой-ой-ой-ой, какой момент, сейчас будет выигранная караунд, и сейчас это конец, друзья. Нет, здесь просто дарки и даркуха здесь, ну, играет как надо, минусы даёт. О-хо-хо! Один-один. Один-один. Ай-яй-яй, мажет. О-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! Ну, просто, что творит этот боевик из Литвы? Это просто как чувак в боевике. Хищники. Там был такой. Я слышу даже, как слышит, дышит, дышит слэм. Я тоже, друзья, не поверите. На самом-то деле, на самом-то деле, что-то с интернетом случилось, и сейчас, наверное, слэм, ты сможешь тут поуправлять пока что? Я пойду, попрошу ребят посмотреть, что происходит. Отключу одну штуку, и пока что микрофон. Друзья, я вернусь к вам, у нас будет через час еще одна игра, поэтому мы со слэмом сегодня еще будем жечь и жечь всю ночь. Так Таффи просто Чак Норрис пришел, как бы, стоит ждет, да. Интернет от Чака Норриса, кстати, друзьяхи. Так, сейчас я поменяюсь стульчиком быстренько, чтобы пытаться контролировать вообще то, что происходит. Правда, настройки Таффи слегка... Не, все огонь, все огонь, все как надо. Ну что, мы видим последний раунд для Норвегии, в принципе, взять, они выиграли Эко, сейчас играют Бай, в принципе, уверенно себя чувствуют, нападение разыгрывает, возможно, свой последний раунд. И пока хорошая аркада от Норвегии, открывает счет в раунде. Выход закрытый от Литвы. Ну, наверное, Дуки будет открывающим сверху, в принципе. Это логично, они туда прошли. Подготовка закрытого, один дым, флэш, упор. В размен... Вот, неудачная флэшка для игроков нападения. Сейчас вылетело сразу с Попдога. Просто закрыли, все, не выйти. Два игрока белых. Открытие на закрытой Кейли, ПРБ. Ну, вот Айвик здесь... Эх, все-таки не Айвик, все-таки Кейли всех собрал. Ну, Х2 в раунде для него это хорошо. Это 16-е очко для сборной Норвегии, друзья. Ну, они выигрывают. Эх, этот матч, в принципе, здесь как по старинке играется. 30 раундов. Сейчас мы посмотрим, что будет дальше происходить. Но я пока могу чат почитать. Тафа. Тафа пошел чинить интернет, потому что... У нас действительно здесь доп, дропы, причем весьма такие серьезные. Вот на предыдущем сервере были. Но я надеюсь, сейчас пофиксят ситуацию. Тафа уже возвращается, и у него очень грустное лицо. Все, у Тафа заболело горло, он пошел домой, друзья. Слэм, как твоя поездка прошла? Все отлично прошло. Переехал в Киев. Вот такие дела. Так, Чак Норрис, это Колон. Ну, я думаю, это просто сын, сынок Чака Норриса. Ну, а здесь 17.5. Вот Норвегия. Бегает, бегает, бегает. Берет раунды. Тафа все пытается разнюхать. На каком же компьютере включен этот торрент, который портит все? Хотя вряд ли этот торрент. Так, ну все, пошла-машла на Колон. Друзья, ну сейчас, тогда, наверное, сейчас Тафа освободится. Просто на его компьютере это все, в принципе, делаем. И найдет вам, наверное, этот видосик. Мы его все вместе с вами понаблюдаем. Да, да, я уже здесь. Что там с дропами вроде бы прекратились. Но, друзья, будем смотреть. Может быть, это не у нас проблема, конечно. А может быть, сейчас узнаю, что там на ум 3D. Нужно запустить мега-скайп. Ну, как вы видите, заканчивается игра. И, конечно, особо смотреть все-таки здесь было не на что. Давай посмотрим видео с головой. Потому что мы обещали. Ты обещал его показать зрителям. Ну и, в принципе, у нас здесь достаточно большой перерыв. Я пока чат почитаю.